Добрый вечер Добрый вечер Отец Небесный Просим благословения Те мысли во вступлении На стройность Господь Нас нам будет пробовать пастора Мы ожидаем от Тебя сегодня Мы пришли, чтобы услышать Слово Твое Молимся во имя Иисуса Христа Аминь Откройте со мной Первую книгу Паралипоменон Все могут с первого раза выговорить Первая книга Паралипоменон И откроем мы И мы прочитаем несколько глав Выборочно из глав будем стихи читать Давайте двенадцатую главу С двадцать третьего стиха И я прочитал сегодня несколько глав И Бог дал мне некоторые мысли Которыми я хочу поделиться с вами И если мы начнем читать Двенадцатую главу с двадцать третьего стиха По сороковой Вот число главных в войске Которые пришли к Давиду в Хеврон Чтобы передать ему царство Саулова По слову Господне Сынов выгоденных Носящих щит и копье Было шесть тысяч восемьсот Готовых к войне И так далее До аж до сорокового стиха Перечисления войска Давида Когда он уже был поцарем И я занимался сегодня умственным счетом И насчитал двести пятьдесят тысяч От двести сорока до двухсот пятидесяти тысяч Войска Давидова И смотрите Все эти воины в строю От полного сердца пришли в Хеврон Воцарить Давида над всем Израилем Да и все прочие израильтяне были единоношны Чтобы воцарить Давида И пробыли там у Давида три дня Ели и пили Потому что братья их все приготовили для них Почти двести пятьдесят тысяч Я думаю, что так и есть Двести пятьдесят тысяч войска Давида А вы помните, как все начиналось? И пастор недавно проповедовал про пещеру Где жил Давид в пустыне И как люди пришли И первые из них четыреста Четыреста человек Двести пятьдесят тысяч Воинов Встроено, которые вошли в Хеврон Четыреста человек В пещере И пастор сказал удивительную вещь В этой проповеди, которую он говорил В пещере укреплялось царство Давида В пещере укрепляется наше царство И он, помните, пастор сказал Призыв такой И не унывайте, если вы в пещере себя обнаружили Ваше царство укрепляется Господу После того, как они, значит, отметили это дело Начинается тринадцатая глава И советовался Давид Пастор, у меня время есть? Да, конечно Успеем добежать Я могу До канадской традиции И советовался Давид С тысяченачальниками С сотниками Со всеми вождями И сказал Давид Всему собранию израильтян Если угодно вам И если на то будет воля Господа Бога нашего Пошлем по всему другу прочим Братьям нашим По всей земле израильской И вместе с ними К священникам и левитам В города и селениях Чтобы они собрались к нам И перенесем к себе Ковчег Бога нашего Потому что во дни Саула Мы не обращались к нему И сказал все собрание Да, будет так Или как? Не да, будет так А да, будет так Ставь правильное удаление Великий и могучий русский язык Да будет так Потому что это дело всему народу Казалось справедливым Ну и понесли ковчег Повезли И вы помните историю Когда Воза коснулся ковчега Решил поддержать А потому что ковчег на Валах На колеснице Наклонилась Колесница Воза поддержала Воза погиб Но Господь разгневался на Возу Десятый стих И поразил его за то Что он простер руку свою к ковчегу И он умер тут же Перед лицом Божиим И опечалился Давид Что Господь поразил Возу Устрашился Давид Бога в день тот И сказал Как я внесу к себе ковчег Божий И не повез И не повез Когда я прочитал этот стих И опечалился Давид Опечалился Давид Вы знаете Мы 14 главу немножко пропустим Нет, не будем пропускать Пойдем по порядку И эта проповедь называется Пастор Нурланка Когда мы по порядку идем Концептуально Экспозицион Как? Экспозицион Да ладно Ну мы поговорим еще об этом О Боже Слава тебе Иисусу О Господи Опечалился Давид И Второй кредит Коринфянам по-моему Седьмая глава По-моему Десятости Говорит Что печаль Ради Бога Производит Неизменное Покаяние Ко спасение Ко спасение Ко спасение Вот прям тут же Я читаю слово И Дух Святой Дает слово Из проповеди И эту мысль Помните Проповедь Паста, да? Как он О печали Мирской Говорил, что она Производит смерть Печаль ради Бога Которая Производит Неизменное Покаяние Ко спасению Ко спасению Я стал изучать Дальше Как же Опечалился Давид Ради Бога Или не ради Бога Дальше В 14 Говоре Давид Одерживает Великую Победу Над Филистимлянами И вы Почитаете Сами Когда Он Перед Битвой Вопрошает Бога Иди ли На битву Не идти ли Бог говорит Иди Иди ли Сейчас Он говорит Подожди Бог Хорошие Взаимоотношения У Давида С Богом Он говорит Подожди Прямо Не иди Зайди С Богу И когда Услышишь Шум Над деревьями Тутовыми Это я Иду Вместе С тобой Филистимляне Были поражены У Давида Была Великая Победа Смотрите Результат И пронеслось Имя Давида 17 Стих 14 Главы И пронеслось Имя Давида По всем Землям И Господь Сделал его Страшным Для всех Народов Дальше 15 Глава И построил Он себе Дома В городе Давидово И приготовил Место Для ковчега Божия И устроил Для него Скинию Тогда Сказал Давид Никто Не должен Носить Ковчега Божьего Кроме Левитов Потому что Их избрал Господь На то Чтобы носить Ковчег Божий И служить Ему Вовеки И собрал Давид Всех Израильтян В Иерусалим Чтобы внести Ковчег Господен На место Его Которого Для него Приготовил Дальше Перечисление Кого Он призвал Священников Левитов 12 И сказал Вы Начальники Родов Левитских Осветитесь Сами Братья Ваши Принесите Ковчег Господу Бога Израил На место Которое Я Приготовил Для него Ибо Как Прежде Не вы Это Делали То Господь Бог Наш Поразил Нас За то Что мы Не взыскали Его Как Должен Интересно Что Когда Бог Поразил Озу Давид Опечалился А здесь Уже В 15 Главе Давид Говорит Бог Поразил Нас Настолько Велика Была Печаль Ради Господа Мы Видим Что Это Печаль Ради Господа Что Произвела Неизменное Покаяние Ко Спасению Ко Спасению До Конца Этой Главы Несут Ковчег С Весельем 25 Так Давид И Старейшин Израил И Тысяченачальники Пошли Перенести Ковчег Заветы Господнего Из Дома Обета Дома С Весельем 16 Глава И На ней Мы Закончим И Принесли Ковчег Божий И Поставили Его Среди Скинии Который Устроил Для Него Давид Вознесли Богу Все Сожжения Мирных Жертв Когда Давид Окончил Все Сожжения Приношения Мирных Жертв То Благословил Народ Именем Господа И Раздал Всем Израильтянам И Мужчинам И Женщинам По одному Хлебу По куску Мяса По кружке Вина Поставил На службу Пред Ковчегом Господним Некоторых Из Левитов Чтобы Они Славословили Благодарили И Превозносили Господа Бога Израил Асафа Главным Асафа Главным И Дальше Седьмой Стих Седьмой Стих В Этот День Давид В Первый Раз Дал Псалом Для Славословия Господу Через Асафа И Братья Его Приготовил Двор Приготовил Скинию Изучил Как все Должно Левитов Назначил Там написано Вы будете Читать Удивительно На всех Музыкальных Инструментах Расставил Музыкант Певцов Поставил Учителем Одного Человека Потому что Хорошо У него Это Получалось Петь Господу И Вот Этот День В Этот День Главного Поставил Асафа Главного То есть Вы Представляете Ковчег Братья Братья Его Славьте Господа Провозглашайте Имя Его Возвещайте В народах Дела Его И если Мы будем Вот эту Часть Читать Мы Обнаружим Что Там Части Некоторых Псалмов Которые Записаны В книге Псалты Первый Этот День Записан В Библии Когда Давид Принес Псалом Передал Начальнику Хора Ребята Вот эту Сыграем Вот эту Давайте Ребята Вот что Славьте Господа Вот Да Аллилуйя Славьте Господа Провозглашайте Имя Его Возвещайте В народах Дела 21 стих В этом Псалме Бог Он Никому Не позволил Обижать Их То есть Народ Израиля Обличал За них Царей Здесь История Как там Авраам И Исаак И Иаков Ходили Со своими Женами А Бог Обличал Тех Царей И 22 стих Послушайте Бог Говорит Не Не прикасайтесь К помазанным Моим И пророкам Моим Не делайте Зла Пойте Господу Вся земля Благовествуйте Изо дня В день Спасения Его Возвещайте Язычникам Славу Его Всем народам Чудеса Его Ибо Велик Господь И достохвален Страшен Больше Всех Богов Ибо Все Боги Народов Ничто А Господь Небеса Сотворил И дальше 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 Это вот Псалом Который Записан Который Первым Принес Давид Передал Певцам В хор Музыкант Я не знаю Были ли у них Ноты Тогда Но подумайте Давид Находясь Среди Овец Которых Он упас Наблюдает За звездным Небом Наблюдая За всем Творением Божьим Складывал 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 Размышлял О Боге О Творце Складывал Эти песни Хвалы В своем сердце В пещере В пещере Тихими Длинными Ночами Возможно Ужасными Что он делал Размышлял О Боге И складывал Псалмы Еще один Псалом Еще один Псалом Еще один Псалом И еще один Псалом И вот оно Царство Где ковчег Почему ковчег Не рядом Как Принести его Как донести его Приносит ковчег И все Псалмы Которые Были у него На сердце Я верю Он все 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 Разучил Вместе С этими Ребятами И они Пели Эти псалмы И мы Сегодня Имеем Удивительные Кладиси Кладиси Размышлений Царя Давида Про которого Господь Сказал Я нашел Мужа По сердцу Своему И мы Видим Если печаль На сердце Давида Она Она Продвигает Его К Богу Он не Отклоняется От Бога Не уходит В мирскую Печаль Не уходит В смерть Он продолжает Размышлять А как А как Господи Как Где Как Твоя воля Где Твоя воля Каков Твой путь Покажи мне И кульминация Служения Давида Это Песнопение В храме Да Которое Он задумал Да Построил В своем Уме В своем Сердце Но Покаскине Песни Хвалы Прославляющие Бога Спасителя Спасителя Я сейчас Говорю Как Кирилл Голос Так что Я недавно Слушаю По телевизору Давид Давид Славный Певец Господа Возвещайте Язычникам Славу Его Всем народам Чудеса Его Ибо Великий Господь И Достохвален Аминь 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за Слово. Слово Божие. Я не знаю, как пастор Иоанн назовет мою проповедь. Такие слова здесь говорят, что я ж... Ух! Ученики, аминь. Хорошо. А как насчет 15 минут, а? 15-20. Хорошо? Хорошо. Отец наш Небесный, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Библию. Благодарим Тебя за Слово с небес. Спасибо, Господь, за то, что это Ты в Своей суверенной воле решил открыть нам откровение. Откровение о Тебе, о Твоем характере, о Твоем Сыне, о Кресте Голгофы, о Спасении, о Любви Божией, о Благодати Божией, о Милости Божией. Только Твое Слово, которое представлено нам Духом Святым, показывает Тебя истинного, единого и превознесенного Бога. Господи, в наших сердцах мы поклоняемся перед Тобой. Слава Тебе! Слава Тебе, Господь наш! Пусть один Господь велик будет сейчас. Пусть все гордые взгляды померкнут, опустятся. Пусть один Господь будет велик. Благодарим Тебя, Иисус. Ты вознес Своего Сына, Отец, выше всякого имени, выше всякого начальства и власти и силы. И посадил по правую руку от Себя. Поставил Его главою всего. Поставил Его главою Церкви. Полнота, наполняющего все во всем. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы посажены высоко с Твоим Сыном. Пусть это Слово будет ободрением для тела Христа здесь, в Москве. Мы благодарим Тебя за то, что Ты верно посещаешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы. И Ты живой Бог. Мы видим Тебя, и мы поклоняемся перед Тобою. Благодарим Тебя, Иисус. Пусть наше сердце будет в крутости и смирении перед лицом Твоим во имя Иисуса Христа. Мы молимся и просим, посети нас сегодня. Аллилуйя. Аминь. Послание к римлянам. Тринадцатая глава. Десятый стих. «Любовь не делает ближнему зла». Давайте вместе скажем. «Любовь не делает ближнему зла». Здорово. «Любовь не делает ближнему зла». Она просто не может делать ближнему зла. Итак, «Любовь есть исполнение закона». Аминь. «Любовь есть что? Исполнение закона». «Любовь не может прелюбодействовать», как закон говорит, не прелюбодействует. «Любовь не убивает», «Любовь не крадет», «Любовь не лжесвидетельствует», «Любовь не желает чужого». «Любовь не превозносится», «Любовь не ищет своего». И Павел говорит, что закон есть закон, но любовь есть исполнение этого закона. Она стоит намного выше. И всякий, находящийся в любви, он не делает ближнему зла. Потому что он не может делать ближнему зла. Потому что любовь, природа любви находится в нем. В книге Исаии в 33 главе. Бывают такие проповеди, когда есть мысли, но как их сложить воедино, я не нахожу. Сегодня одна из таких проповедей. Молитесь, пожалуйста, чтобы все мысли сошлись воедино. Итак, мы сейчас прочитали с вами, что «Любовь не делает ближнему зла». 14 стих 33 главы книги Исаии. Здесь сказано, «Устрашились грешники на сионе, трепет овладел нечестивыми». «Кто из вас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» «Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Мы с вами видим, как в книге Даниила в 3 главе, когда он поставил истукана в 50 метров высотой, или в 25, или в 30, 50 локтей, да? 25 метров. Как у вас дела? Вы со мной? Он поставил истукана и сказал, «Все поклонитесь ему». Три молодых юноши сказали, вернее, они не поклонились этому истукану. Тогда на них донесли добрые люди и сказали, «Так, мол, и так, все тут бухнулись перед истуканом, поклонились. А там есть три человека, которые не поклонились. Что ты на это скажешь, Новохудоносор?» Новохудоносор по привычке рассверепел. Новохудоносор по привычке хотел их сразу же изрубить, но потом подумал и сказал, «Приведите-ка их ко мне». И когда они пришли и стали перед Новохудоносором, он сказал им, «Знаете что, давайте еще раз попробуем, да? Может быть, тогда у вас, вы что-то недослышали, недопоняли. Давайте еще раз попробуем, вот как только цитра, цевница, скрипка, пианино, гитара, там перечисляются, как вот они зазвучат, вы должны упасть и поклониться истукану». И они такие замечательные эти ребята, и говорят, «Не удруждайте музыкантов, не нужно этого представления. Мы тебе сразу же скажем, что мы твоим богам служить не будем, истукану твоему не поклонимся. И ты, вообще, если ты хочешь бросить нас в печь огненную, в печь раскаленную огнем, бросай. Бог, который с нами, он силен спасти нас от печи раскаленной огнем. Но, а если даже и не будет того, то мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которому ты поставил, что? Не поклонимся. Точка. Поставлю. Как это так? Бросьте их в печь раскаленную огнем. И там сказано, что крепыши из его войска, самые, они бросали, они бросили в печь раскаленную огнем этих ребят, и сами сгорели. Они упали в печь, связанную. Ну, Худоносор встал со стула своего, вернее, с трона своего. Мы все с ним. Кто может жить при огне пожирающих? Кто может жить при вечном пламени? Эти трое человек, трое молодых людей, они стояли там, среди огня. И там сказано, что рядом с ними был подобный сыну человеческого. И он стоял вместе с ними там. И эти ребята, они находились среди пламени и среди огня. Книга, книга, песня, песни. Восьмая глава. Четвертый, пятый, шестой стихи там сказано, что любовь, что... Давайте мы с вами, вернее... Здесь сказано в восьмой главе. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твое, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Пламя ее, пламя огненная. Она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви. И реки не зальют ее. Аминь. Пламя... Соломон описывает, и Господь через него говорит, что любовь такова. Она пламень огненный. У Иисуса Христа, написано в книге Откровения, у Него глаза, как пламень огненный. И любовь, как пламень огненный, не зальешь ее. Даже если реку направить на любовь, не зальешь ее. Не зальешь ее. Она не перестанет. Она не перестанет любить. Она не перестанет полагать свою жизнь. Она не перестанет болиться. Она не перестанет прощать. Она не отступит, как тот один из сильных Давида, о котором написано в 23 главе книги, вторая книга царств, там сказано, что он стал перед полем чечевичным и сберег его, не отступил ни на шаг. И можно было сказать, ты что, поле чечевичное защищал? Он мог бы сказать, да не в чечевичном деле, не в чечевичном поле дело, а дело в том, что я не отступлю. Аминь? Не отступлю я. Потому что любовь, которая излилась в моем сердце Духом Святым, она как пламень огненный, ее реки не могут залить. Любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым. И Господь спрашивает, кто может жить при огне пожирающем? А пожирающим что? Сено, солома, дерево. Аминь? И Господь говорит, кто может жить при огне пожирающем? И мы встаем и говорим, мы можем жить при огне пожирающем. Мы можем жить при пламени огненно. Аллилуйя! Потому что Господь говорит, книга Захария, 2 глава, 5 стих. Я стану огненной стеною вокруг Иерусалима. Я окружу Иерусалим огненной стеною. И не приблизятся к нему враги. И в нем будет сиять свет мой. Я сам вступлюсь за свой народ. И вот, послание к Ефесянам, мы с вами видим невероятное откровение в 19 стихе 1 главы. И как безмерно величие могущества Его в нас. Вы знаете, я хотел бы, чтобы эти слова звучали сегодня свежо в наших сердцах. Мы с вами просто не представляем, кто мы есть на самом деле. Мы с вами не представляем, что мы с вами были сотворены для того, чтобы жить в пламени огненно, окруженными любви Божией. 2 Коринфянам 5.14. Любовь Христова объемлет нас. Римлянам 5.5. Любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым. И мы с вами удивительные творения. И Господь говорит, я хочу, чтобы Дух Господень, Дух Святой просветил очи вашего разумения. И 19 стих, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих под действием державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одеснуя себя на небеса. Господь говорит, я хочу знать, что внутри вас безмерное величие могущества Моего, безмерное величество, тот Дух, которым Я воскресил Моего Сына из мертвых, Он живет внутри вас. И вы сотворены. Давайте мы прочтем 2 глава, 10 стих. Очень интересный стих. Мы вчера рассуждали по поводу него. 2 глава, 10 стих. Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе. На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы чье творение? Мы Его творение. Здесь сказано, раньше были мы мертвыми по грехам и по преступлениям нашим. Но мы были оживотворены. И Господь говорит, я создал вас во Иисусе Христе. Я создал вас для того, чтобы вы жили в любви. Я создал вас для того, чтобы вы жили среди пламени вечного. Потому что любовь не зальешь водой, ее не зальешь рекою, ее не зальешь ничем. Никто не потушит любви. Я хочу, чтобы вы знали, что вы приняты в возлюбленном. И что вы, находясь в Духе Господнем, живете в пламени. И поэтому, когда вы находитесь, когда вы понимаете, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам не исполнять, здесь написано, а ходить в ней. Аминь. Мы с вами, что такое, мы вчера разбирали, какая разница между исполнять и ходить. Какая разница между этими двумя словами. Великая разница. Я могу исполнять закон. Я могу исполнять заповеди. Я могу пытаться исполнять заповеди Господни и придумывать добрые дела, в которых бы мне ходить, и все это делать воплоти. Господь говорит, нет, нет, я сотворил вас во Христе Иисусе, чтобы бы вы шли по этому миру и направо, и налево. Я производил бы через вас свои удивительные дела благодати. Итак, исполнять и ходить, это две разные вещи. Ходить, это я хожу. Аминь. Я зашел, ничего не сделал, но я уже здесь. И любовь сошла вместе со мной. И не забывайте, что она пламень огненный. Никто не сможет остановить любовь. Никто не затушит ее. Аминь. Аминь. Помни это. Первое послание Коринфина. Второе послание Коринфина. Десятая глава. Десятая глава, третий стих. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом. До чего? На разрушение тверды. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании к Христу. Оружия воинства нашего не плотские, но сильные Богом. Чем они сильны, эти оружия? А они сильны любовью, которую не зальешь, которую не отвратишь, которую не перестанет, которая не делает ближнему зла, которая даже и не думает зла. И Господь говорит нам, и ободряет нас. Дорогие мои, и это короткая проповедь. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы знали, какое изобильное богатство, могущество находится внутри вас. Встаньте, припоясав чресло вашей истины, и не отступайте. Не из-за чечевичного поля, чтобы сохранить его, а из-за того, чтобы любовь никогда не сдается. Вы сотворены ходить в пламени огненном. Вы сотворены жить при огне все поедающее. И мы стоем и говорим, Господи, что это значит? Господь говорит, ни один демон не может находиться с вами, когда вы исполнены Духом Святым. Ни один грех не может подойти к вам, чтобы приблизиться к вам. Он сразу же сгорит, потому что любовь объемлет вас, и вы наполнены Духом Святым. Ни один грех не может, ни одна стрела, ни одна проекция, ни один соблазн не может приблизиться к вам, потому что вы окружены Словом Божьим, окружены любовью Христовой. Ходите в ней, ходите в ней, ходите в ней, и не отступайте, потому что я с вами во все дни до скончания века. Потому что когда вы наполнены любовью, вы ходите в добрых делах любви, и любовь никогда не сделает зла, она никогда не приступит к свободу другого, она никогда не будет безразличной, она никогда не будет сама по себе. Но она будет радоваться с радующимися, и будет плакать с плачущими, и она будет покрывать. И рядом с ней никто не может устоять, и никакое зло, и никакие демонические силы. Демон, который говорит в Сыновей Скевы, 19 глава, я знаю Христа, я знаю Павла, а вы кто такие? Я вас не знаю. Почему? Потому что Христос живет в пламени огненном, потому что Павел ходит в пламени огненном, потому что мы с вами были сотворены для того, чтобы ходить в пламени. Как те люди, как те молодые юноши, которые были брошены в печь, и они в конце концов вышли оттуда, и все стали трогать их, и ничего не нашли. Почему? Потому что они те, которые могут со Христом жить среди всех искушений, и всего зла, и всей печали мирской. Они могут находиться, и они победители. И Господь продвинул их, и нас Господь обязательно продвинут. Не забивайте, кто мы такие, и в ком мы ходим, и где мы спасены, и что мы с вами созданы на добрые дела. И мы ходим со Христом в Его пламени любви, и наши сердца горят любовью Иисуса Христа. И мы говорим, не отступлю. Буду молиться, буду надеяться, буду доверять, буду молиться, буду прощать, буду давать благодать. Не отступлю. И Господь говорит, аминь. Никто тебе не приблизится. Просто будешь смотреть очами свои, видя победу мою. Аминь. 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 Господь. Господи. Господи. Слава Тебе. Молитва, Господи. Веры. Огненная молитва. Слава Тебе. Хождение веры. Хождение среди огнистых камней. Слава Тебе, Иисус. Любовь объемлет нас, рассуждающих так, если Христос умер за нас, то все умерли, то мы все умерли, чтобы жить уже не для себя, но жить для тела Христа, но жить для Христа. Ибо мы новое творение, созданное во Христе, чтобы ходить и жить в пламени вечно. Твои, Иисусе Христе, весь Синай дымился, когда Ты, Господи, сошел туда, как огонь. Горы плавились, Господи, и Ты пришел в наши сердца, и Ты, Господи, с нами. И мы, Твои люди, сотворены по Твоему образу и ходящие вместе с Тобою по этой земле, как Ты ходишь. Благодарим Тебя, Иисус. Укрепляй нас, утешай нас, ободряй нас, Господи. Не отступать, потому что любовь не отступает. Благословляй, Господи. Даруй нам силы, когда нет уже сил. Даруй нам надежду, когда нет уже надежды. Даруй нам упование, когда мы слабы, Господь. Укрепи дрожащие колени, подними опустившиеся руки. Ты с нами во все дни до скончания века. Мы знаем, что не останемся в стыде. Спасибо, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты радуешься с радующимися и плачешь с плачущими. Ты Бог наш, и Ты верный предосвященник. Если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, мы говорим вам сегодня, что Бог приготовил для вас царство. Не бойся, малое стадо, ибо Отец приготовил для вас царство. Войдите в это царство. Войдите очищенным, прощенным, без греха, без пятна и без порока. Вы спросите, как я могу войти в царство Божие без греха? Поверьте вы, Иисуса Христа. Он пришел для вас. Он на кресте был для вас. Он умер и воскрес, чтобы вы вошли в это царство, прошли через огонь и стали сыновьями и дочерями Божьими. И вы можете обратиться к Иисусу в этой тихой молитве и сказать, Дорогой Господь Иисус, я верю в Тебя. Я верю, что Твою любовь ко мне никогда не остановить. Я вижу Твою любовь на кресте Голгофы. Я верю в нее, Господи. Я принимаю Тебя как своего спасителя. Я благодарю Тебя за крест Голгофы, за Твою смерть и воскресенье. И прошу Тебя, сотвори меня заново в Тебе. Прошу Тебя, прости мои грехи. Введи меня в свое царство и ходи вместе со мной в этом мире. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я могу себе прошу. Аминь. Аминь.